Добро пожаловать на наш первый урок по Scratch. Сегодня я познакомлю вас с этой простой, интуитивно понятной средой программирования. Мы зарегистрируемся, разберемся в интерфейсе, научимся различать скрипт от спрайта и запрограммируем наш первый мультфильм. А начнем мы с самого начала. Для того, чтобы публиковать свои работы и сохранять их в свой личный аккаунт, необходимо зарегистрироваться на сайте Scratch. Давайте начнем с самого начала. Откроем любой браузер и зайдем в поисковую систему. Нам необходимо написать слово Scratch английскими буквами и нажмем на поиск. Самая верхняя ссылочка scratch.meet.edu – это тот самый сайт, который нам нужен. Перейдем на него. Смотрим. У нас есть сверху справа две кнопочки «Вход» и «Присоединяйся». В последующем ты будешь использовать кнопочку «Вход», когда у тебя будет логин и пароль. Но сейчас для регистрации нажмем ссылку «Присоединяйся». Нам дают возможность придумать себе любое имя. Но дело в том, что необходимо писать его английскими буквами. Например, «Мария Мия». Например, «Мария Мия». Я из города Мияс, поэтому написала так. Придумываем себе пароль. У меня он будет состоять из цифр. Нажимаем кнопочку «Далее». Нам предлагают выбрать страну, в которой мы сейчас находимся. «Далее». Ристаем вниз до России. Нажимаем кнопку «Далее». Выбираем месяц и год нашего рождения. «Основа», кнопочка «Далее». Выбираем пол. «Далее». «Адрес электронной почты». Заполняем свою электронную почту. И нажимаем на кнопку «Создать учетную запись». Scratch нас приветствует. Говорит, добро пожаловать в Scratch. И пишет наш логин. Запомни его и пароль, который ты ввел. В последующем ты будешь заходить по ним в свой аккаунт. Нажимаем на кнопочку «Начало работы». Смотрим. У нас сайт несколько изменился. У нас вверху справа написан наш логин. Если мы нажмем, то увидим меню. Профиль наш, где мы можем поставить себе аватар. Наши работы и настройки учетной записи. Отлично. Мы зарегистрировали свой аккаунт. Приступим же к созданию. У нас слева есть кнопка наверху «Создавай». Нажмем на нее. И нам откроется рабочее пространство среды Scratch. Оно выглядит именно так. Начнем изучение интерфейса Scratch. С левой стороны. Наверху мы видим вкладочки «Код», «Костюмы» и «Звуки». Ниже у нас располагаются блоки. Блоки, из которых мы будем составлять нашу программу. Они разделены по категориям. Категории отмечены разным цветом. Голубой цвет – это движение. Сейчас оно открыто. Вы можете видеть идти 10 шагов, команды, или повернуться в направлении. Все, что связано с движением, вы найдете здесь. Ниже находится фиолетовый раздел «Внешний вид». Здесь находятся блоки, которые отвечают за то, что мы говорим. Или переключаем костюмы на следующий, или переключаем фоны. Также наши графические эффекты располагаются здесь. Ниже вы видите категорию звуков. События. Очень важный раздел, потому что любая программа начинается с события. Управление, сенсоры и так далее. Мы рассмотрим их попозже. Большое пустое поле перед нами предназначено для того, чтобы мы собирали на нем наши программы. Нужно взять блок левой кнопкой мыши и перетащить его на это поле. Если программа слишком мелкая, можем нажать на плюсик и как бы приблизить ее. Или на минус, чтобы отдалить. Далее, сверху справа у нас располагается белое поле. Это сцена. Именно здесь будет происходить все то, что мы запрограммируем. Нажимая на зеленый флажок, мы запускаем программу, на красный значок останавливая. В правом углу есть кнопка раскрытия нашей сцены на весь экран. Ниже находится поле со спрайтами. Спрайт – это те герои, которые участвуют в нашей программе. Сейчас здесь спрайт один. Котик. Мы можем его переназвать, написать код. Мы можем увеличить ему или уменьшить размер. Также показать или скрыть его. Еще у нас здесь можно поменять направление, поворачиваться кругом, поворачиваться влево-вправо или вообще не поворачиваться. И поменять наше направление. Еще правее находится сцена. Здесь будут находиться все фоны, которые у нас будут на заднем плане на сцене. Внизу есть две кнопочки. У них одинаковые разделы. Мы можем выбрать спрайт, выбрать его из библиотеки, нарисовать собственноручно. Сюрприз. Программа сама предложит нам, кого добавить. Или загрузить с компьютера. Точно так же и с фонами. Мы можем выбрать его из библиотеки, нарисовать собственноручно, выбрать фон Сюрприз или загрузить его с компьютера. На этом наше знакомство с интерфейсом закончено. А теперь пришло время запрограммировать наш первый с вами мультфильм. Для начала давайте вернем к коту его изначальный размер. 100%. И нам нужно добавить еще одного героя. Нажимаем внизу выбрать спрайт из библиотеки. Нажимаем на лупу. Смотрите, как много здесь разных героев. Я выберу, например, призрака. Он появился у меня вот здесь внизу. А также отобразился на сцене. Нам нужно добавить фон. Наводим мышку внизу в нижний правый угол и нажимаем выбрать фон. выберите любой, который вам нравится. Расположите героев на сцене. Они будут выходить у нас с разных краев и встречаться в центре и вести небольшой диалог. А еще любая программа, которую вы делаете на ITFES, должна начинаться с заставки. Я ее скачала на рабочий стол. Давайте добавим и ее. Наводим мышку на кнопку и выбираем верхний пункт загрузить спрайт. Вот наша заставка. Открыть. Она, видите, немножко меньше, чем нам нужно. Она должна сейчас закрывать весь экран. Зададим ей размер, например, 150. Да, я думаю, это подойдет. Заставка у нас будет в самом начале программы. Поэтому давайте мы ее заполним и напишем для нее код. Как ее заполнить? Переходите наверху слева во вкладку костюма. Нам понадобится вот этот значок, буковка Т. Нажмем и напишем, что трек у нас мультфильм, например. Надпись слишком большая. Давайте выберем левой кнопкой мыши это поле и уменьшим. Напишем также ФИО. Напишите свою фамилию, имя, отчество, а я напишу просто имя. Мария. Для примера. Также вы можете перемещать эти блоки. Видите, информацию, которую мы вносим здесь, сразу отображается на нашем экране. Наверху слева переходите во вкладку код, как только вы заполните все поля и напишем программу. Мы должны начать тогда, когда нажимаем на зеленый флажок. Пишем, когда нажат зеленый флажок. Мы должны перейти на передний план, появиться, подождать пару секунд и спрятаться. Нам поможет вкладка внешний вид фиолетовые блоки. Смотрим, здесь у нас есть блок показаться, спрятаться, а также здесь должен быть вот, перейти на передний слой. Мы же должны быть впереди всех героев. Давайте соберем нашу программу. Мы должны перейти на передний слой, присоединяем этот блок к флажку. Когда нажат зеленый флажок, перейти на передний слой и показаться мы должны. После чего мы должны подождать буквально пару секунд. В управлении у нас есть блок ждать одну секунду. Напишем две. Для примера это будет достаточно. И мы прячемся. У нас получилась вот такая красивая маленькая программка. Когда нажат на зеленый флажок, перейти на передний слой, показаться, ждать две секунды и спрятаться. Попробуем. Нажмем на зеленый флажок. Видим, что у нас есть заставка и через пару секунд она прячется. Отлично! Все работает правильно. Давайте же запрограммируем котика и призрака. Как понять, для кого мы сейчас пишем программу? Во-первых, он выбран у нас, выделен синеньким внизу, а во-вторых, в рабочем поле в углу показывается его изображение. Давайте, пусть первый начинает кот. Переходим в события, когда нажат зеленый флажок. Когда мы его нажимаем, котик должен встать вот в эту точку. Переходим в движение. Отсюда берем блок перейти в x, y. x, y это координаты, как бы адрес героя на сцене. Все координаты заполняются автоматически. Давайте перетащим котика в центр экрана. Смотрим, координаты у нас здесь уже совершенно другие. Берем блок плыть одну секунду в эту точку. Вот как раз сюда у нас из угла приплывет котик. Мы с вами должны поставить команду ждать. Ждать две секунды в самом начале, пока у нас идет заставка. Получился вот такой кот. Когда нажат зеленый флажок, мы ждем две секунды, пока идет заставка. Переходим в изначальную точку, в угол экрана и плывем одну секунду в центр. Проверим, работает ли. Нажимаем на зеленый флажок, появилась заставка и котик вышел в центр. Отлично! Пусть он начнет диалог с призраком. Нам поможет вкладка внешний вид. Берем блок говорить привет две секунды. Скажем привет и продолжим диалог. Берем еще один блок, подставляем его вниз. Пусть он спрашивает у призрака готов ли он идти на праздник. После чего ему должен ответить призрак. нажмем на зеленый флажок и проверим. Все так же у нас сначала идет заставка, а потом котик разговаривает с призраком. Чудесно! Напишем программу для призрака. Переключаемся на него. Переключаемся на призрака. Нажимаем снизу, выбираем его. Он подсвечивается у нас синим. Итак, с чего мы должны начать? Конечно же с события, когда нажат зеленый флажок. Мы должны встать в этот угол экрана. Берем команду из движения перейти в xy. После чего мы должны подождать. Давайте посчитаем сколько. 2 секунды у нас идет заставка и 1 секунду выходит кот в центр экрана. Итого 3. Берем из управления ждать 1 секунду, ставим ждать 3 секунды. После чего призрак должен подойти к коту. Передвидим его поближе и из движения возьмем блок плыть 1 секунду в точку xy. Видите, координаты здесь заполнились. Все верно. После чего опять призрак должен подождать, дослушать котика и начать ему отвечать. Берем блок из управления ждать. Подождем еще 3 секунды и будем отвечать ему. Это в внешнем виде. Мы будем говорить привет и ответим да, конечно. У нас же спросили готовы ли мы идти на праздник. Мы ответим да, конечно. Нажмем на зеленый флажок и проверим правильность работы программы. Появляется заставка выходит ко, здоровается говорит свои фразы и ему отвечает призрак. Все работает как надо. Отлично. Давайте дорисуем некоторые изменения в костюмах наших героев. Нарисуем им праздничные колпачки, чтобы после диалога они переоделись и вместе пошли праздновать. Начнем например с призрака. Переходим во вкладку костюмы видим, что здесь целых 4. Нам понадобится только первый. Удалим остальные нажав на корзиночку рядом с ними. Мы продублируем первый костюм нажимаем правой кнопкой мыши дублировать. Выберем кисточку выберем цвет и нарисуем ему праздничный колпачок. Например у призрака он будет красный 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 в желтую крапинку. Нажимаем на кота ему тоже нужен колпачок. Видимо что у него два костюма второй удаляем и дублируем первый. У него будет например желтый колпачок с красными крапинками. Нарисуем их. Отлично. Переходим во вкладку под. Если мы где-то хотим поменять костюм то обязательно в самом начале должны поставить первый. Во внешнем виде у нас есть вот такой блок изменить костюм на и здесь их первый и второй. Давайте в самом начале поставим первый а после диалога подождем пока нам ответит призрак он у нас говорит 4 секунды ждать 4 секунды и изменим наш костюм на второй. Смотрите какая разноцветная программа у нас получается. Также допишем для призрака в самом начале он меняет свой костюм на призрак А а после того как поговорили на призрак А2 это следующий костюм. После чего хочется чтобы они ушли вот в эту точку вот в эту точку в движении берем плыть 1 секунду в точку в углу также для котика нужно дописать перемещение в эту точку плыть 1 секунду чудесно давайте нажмем на зеленый флажок и проверим как у нас все получилось заставка выход героев и небольшой диалог после чего они переодеваются и уходят отлично это почти все что же еще я хотела вам показать это звук давайте добавим звуковое сопровождение нашего мультфильма перейдем во вкладку звуки смотрим что здесь мяу его говорит котик а внизу есть кнопочка выбрать звук из библиотеки записать сюрприз или загрузить с компьютера выберем звук из библиотеки у нас есть здесь несколько разделов если мы хотим какую-то длинную музыку это в циклах заходим в цикл и наводя кнопочку play можно послушать давайте выберем любой который нам понравится например вот этот нажали на него и видим что он добавился у нас во вкладку звуки переходим в код когда нажат зеленый флажок мы хотим чтобы музыка играла всегда мы будем повторять всегда из звуков играть звук до конца нажимаем на зеленый флажок и послушаем смотрите сразу начался идет диалог герои переодеваются и уходят отлично наш первый мультфильм готов итак после того как мы все закончили нам необходимо сохранить наш проект и опубликовать его сверху мы можем написать его название например мультфильм и нажать кнопочку сохранить сейчас если у вас сейчас ее нет вот так значит проект автоматически сохранен мы можем нажать на кнопочку посмотреть страницу проекта а после того как вы подтвердите свою почту здесь будет оранжевая кнопка поделиться если вы ее нажмете тогда мы сможем увидеть этот проект все окружающие не только вы а пока мы можем нажать на кнопку посмотреть страницу проекта смотрим здесь у нас есть поле для инструкций и примечаний не забывай заполнять их итак мы закончили наш первый урок надеюсь тебе все понятно тренируйся и у тебя обязательно все получится а совсем скоро выйдет ролик с конкурсным заданием не пропусти его удачи пока пока